Я, наверное, лет 30 занимаюсь политикой, но то, что произошло в последние 7-8 лет, политикой вообще назвать невозможно. Это такая особая форма, очень свойственная авторитарной системе. В России создана авторитарная система, поэтому публичной политики в ней нет. Однако сейчас уже 21 век, и нужно обязательно изображать ее, эту политику. Вот этот процесс изображения, он для меня совершенно неприемлем, потому что ясное дело, что это не реальная вещь, это такая обманка, это фикция. Ну, когда все эфиры записываются заранее, потом редактируются. Когда делается такой микс, смешивают такие разные жанры для того, чтобы это работало как пропагандистская вещь. Когда пытаются составить такой контекст, в котором ни о чем рассуждать, говорить, собственно, объяснять что-либо, невозможно. Вот что такое свобода слова? Ведь свобода слова, это же не свобода ругать кого-нибудь, клясть кого-нибудь, проклинать что-нибудь. Нет, свобода слова это возможность объяснять, что происходит, почему цены такие высокие, почему инфляция, что происходит в армии, что происходит в атомной энергетике, почему космическая отрасль плохо работает, почему коррупция никак не побеждается, а наоборот все разрастается, что такое реформа МВД и миллион других вопросов. Вот возможность обсуждать каждую из этих тем с разных сторон, это и есть свобода слова. Вот для чего она нужна. Вот для чего она нужна. Ну, ее ликвидировали. И зажали все в рамки либо таких, ну, я не могу даже подобрать слова, которые не стыдно сказать, таких слабоумных форматов, да или нет, без рассуждения. Либо вообще просто какая-то клоунада. Я так давно и с таким серьезным намерением участвовал всегда в российской политике, что участвовать в таком бессмыслице, в такой клоунаде, быть человеком, который просто это оформляет, который просто ради денег или ради какой-то смешной славы в этом участвует, мне очень не хотелось. И после третьего года я принял такое решение, что невозможно в этом участвовать. Невозможно принимать участие в том, чего нету. Иногда это называют дискурсом, иногда это называют как по-другому. Но это не значит ничего не делать. Это значит, что у вас еще больше работы, потому что нужно понять, а что же на самом деле происходит. Нужно очень вдумчиво к этому ко всему отнестись. Не надо все время что-то говорить, бубнить, болтать. Иногда надо думать. Вот и наступил такой период, когда у каждого серьезного человека или политика всегда наступает период, когда надо брать паузу. Честную паузу. Не уезжать куда-то на Канары, не прятаться. А я все время был здесь. Это все знают. А думать. Думать и разговаривать с людьми, у которых большой опыт. Стараться понять, что на самом деле происходит. Ну, отчитаться мне есть с чем. Прочтите то, что я написал за последние годы. Мне просто было необходимо. Сообразить, например, почему так прошли 90-е годы. Почему наступил тот период, который наступил. Какие из этого нужно сделать выводы. Но еще у меня была очень важная задача сохранить партию. Я справился с этой задачей. Я не один. Мои товарищи со мной работали. Но нам удалось сохранить партию. В общем, пока нет больше зарегистрированной демократической партии. Ни одной. Это единственное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...